Привет, Норм. Чекли здесь делаете? Давайте я вас вот сюда переставлю. Еще свет. Во, так-то виднее будет. В общем, ну вот так вот примерно выглядит мой граждодневный прикинь, в котором я хожу на работу. Это вот обычно так выглядит, либо посылки с новой почты, либо посылки из Китая. В данном случае из Китая посылка. Помельче посылки. Потом вот здесь у меня, как правило, камера GoPro, которая вот сейчас снимает. Давайте я в сторонку это немножко отложу. Дальше у меня вот в этом чехле камера обычно, вот в этом чехле, обычно камера Panasonic. Вот так вот я ее за палец цепляю, вот так вот. Видно, надеюсь, да? Просто, то есть, цепляю вот за вот этот вот ремешок, подцепляю ее и как бы вот так вот ношу себя с собой. Кстати, вот именно таким образом она у меня когда-то упала. Помните, да, видео, что камера умерла? То есть вот точно так же с пальца сорвалась и упала. Я ее не успел на ногу поймать. Падала она у меня примерно раз 10 всего лишь в жизни. Но я ее всегда на ногу ловил. Знаете, как футбольный мячик. Ловил на ногу, потом она падала на землю, поднимала и все было нормально. А это я не успел ногу поставить, и она упала. Ну и работа по токарке. Работа по токарному станку, от которой я зарекался, что не буду брать, что не буду брать заказы. Но вот так вот. Ну это, кстати, бесплатные заказы, не за деньги. То есть это просто по-соседски пацаны попросили. Нормально я им просто делаю. То есть есть знакомый, ему нужно там что-то для уликов, для рамок какие-то там, в общем, вытащить. Ну если кому интересно, то пишите, сделаю видео. Но не сейчас, а когда приедут кулачки. В общем, ну и вот самая основная проблема. Вот она, видите, да? Это чемоданчик такой с ноутбуком. Чемодан с макбуком. Несколько раз я его бабахал уже. То есть выходя из лифта, выхожу вот так вот. И вот этим углом, вот угол здесь у меня торчит, его, да? Вот я его всегда засниму. Но когда в узкие двери проходишь, всегда в углом стучишь. Бывали еще такие случаи, что что-то пытаюсь взять. Вот, вот так вот. Очень-очень. То есть если вот никого нет рядом, то нормально, да? А если вот впереди какая-то стена, то можно макбук бабахнуть. Ну и плюс дальше показываю, да? Все ключи, все вот ножи, все. Это полные связки. Кошелек. Телефон. Отвечу, конечно, любимая, но чуть попозже. В общем, все это... Раньше у меня было в жилетке. Я носил жилетку, и вот, знаете, да, такая типа рыбацкой жилетки, у которой много-много-много карманов. Я все это носил в жилетке, но я, честно говоря, устал. Вот этот чемоданчик от ноутбука, он у меня полный, он у меня аж, ну аж разрывается. То есть вот так вот будет, видно, не будет. То есть вот здесь вот мышка у меня там такой, знаете, трекбол конкретно. Ну давайте, в принципе, я вот эту еще камеру выключу сейчас. Да покажу, что там у меня в чемоданчике. И покажу, что там приехало на замену этому чемоданчику. Да будет свет, сказал монтер. И перерезал провода. Включаем камеру. Ну вот, в принципе, да? Давайте мы сначала посмотрим, что здесь у нас. Ну здесь, здесь я даже не знаю, что. Поэтому сейчас посмотрим. Что-то мелкое такое. Ага, все, я вспомнил. Все, я вспомнил. Это такой смешной заказик. Я когда заказывал себе часы, жена увидела вот эти часы. Говорит, русик, закажи, очень прикольная кошка. Хочу кошку. Закажи. Так что они даже идут, видите, да? Я их даже распаковывать не буду. Жене понравились. Под что-то ей там, под какой-то цвет. Поэтому заказал. Не знаю, что-то пару долларов стоит. И заказал. Так, так, так. Как бы это все, чтобы не порезать, да? Вот так вот мы, я думаю, не порежем. А здесь у нас уже должен быть нормальный, солидный чемодан под макбук. Но не такой, как я когда-то заказывал, туристический рюкзак конкретный. А такой, более-менее нормальный чемодан, в который должен поместиться макбук. И еще куча-куча вот этих вот. Ну, понимаете, да? Сейчас таскаться, вот я сейчас в курточке. Если я снимаю курточку, да? Ну, в курточке уже реально жарко. Если я снимаю курточку, я остаюсь без ключей от машины, без ключей от квартиры, без ключей от гаража. У меня нет в кармане. Нажал. Вот в эту сумку, да? Вот в эту сумку от макбука это все тоже не помещается. Вот это все тоже реально туда не помещается. Поэтому было, скажем так, принято решение заказать нормальный рюкзак. Потому что реально сумка, как показала практика, не очень удобная. У меня до этого, вот старый ноутбук я носил в таком, типа, чемодане. То есть у него стенки, стенки были из жести выгнуты. То есть на него можно было ложить что-то. Но я не помню, если я найду ссылку, то давайте поставлю в уголочке ссылку. То есть он реально такой жесткий. Кроме того, вот это все в него влезало. То есть вот смотрите, достаю. Раз зарядник. Этот самый, как он, забыл? Хотел сказать. Яблочный, не яблочный. Короче, вы поняли, да? Мипад, во, вспомнил. Короче, вот это все вот нужно куда-то девать. Допустим, если я куда-то еду, то я беру с собой паспорт. Опять же, его нужно куда-то девать, перекладывать, потому что кармана в карман и все остальное не очень хочется. Поэтому вот сейчас мы заказали вот такой вот чемодан. И сейчас будем проверять его. Так, поехали. Будем проверять, как это все у нас сюда поместится. Ну, я так и думал, что не очень. Я просил продавца, ну, померить. То ли нормально входит вот сюда Macbook. То есть я хотел, чтобы это все было очень плотно. Ну, видите, да? Не очень плотно. То есть сюда 17-дюймовый реально влезет аж бегом. Я просил, чтобы вот эти края были очень плотно, чтобы вот он туда прям вот стал так и все. Вот так давайте камеру подниму. Вот чтобы он туда встал и все. А он, видите, чуть-чуть болтается, конечно. Но это не очень хорошо. Зато вот это вот прикольно. Так, вот это у нас классная тема. Я надел тот же нож, те же ключи, те же вторые ключи. Ну, допустим, от гаража ключи не нужно сюда ложить, потому что сейчас гараж нужно будет закрывать. А так вот раз сюда. Замечательно. Сюда. Сюда у нас зарядник. Ну, в принципе, хотя можно, наверное, нож тоже сюда, потому как... Нож я сейчас-то достаю и буду потом только лазить по карманам, искать его. Так, сюда вот можно нож. Все время я забываю, как он называется. Красавчик. Такой дорожный нож, потому что, ну, допустим, вот с этим ножом, ну, за границу ехать я бы не советовал. Да, потому как могут таможенники сказать, о, а это у вас там, допустим, нож, а покажите документы там. Ну, если в Россию ехать, да, то без проблем скачали с Ганзы на Шерогоров 95-й флиппер документы и пожалуйста. А если куда-то в Европу, то я думаю, могут быть проблемы, да. Вот с этим ножом, я думаю, проблем не должно быть в поезде, если вы едете, никто вам никаких претензий не предъявит. Вот за такой нож. Сантофан называется ножичек. Я его все время вспоминаю по названию своей машины. Забываю, как он называется, потом... Сантофэ... А, Сантофан. Или... Ну да, Сантофан. Или Сантофан. В общем, как-то так. Сантофан третий, по-моему, да. Так, это у нас зарядушка, это у нас флешка, это у нас USB, это у нас маркер, все в хозяйстве, фонарик, все в хозяйстве необходимое, наушники. Так, это можно что-то сюда положить. Вот так, к макбуку запчастюльки. Ну, вот так вот это все выглядит. Вот здесь вот еще один огромный карман. То есть, ну, как бы, чемодан... Чемодан такой уже, более продвинутый. Вот сюда мы, наверное, положим документы просто, да? Вот так вот, раз. Паспорта сюда. Ой, ребята. Чуть попозже я трубочку возьму. Перезвоню, перезвоню. Андрюха, перезвоню. Я вижу, что ты звонишь, но перезвоню, потому как немножко занят. Так, 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 мышка, 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 мышка. То у нас отправляются вот в нижнее, наверное, отделение. Вот так вот. Ну и, в принципе, вот с этим уже можно... С этим уже можно ходить вот так вот, просто бросив на плечо. То есть, ну, сейчас реально жарко. Карманы, жилетку, это просто ужас. Вот с этим чемоданом удобно. Ну, я же говорю, часто бьется, часто спустясь в плечах. Тут, допустим, если я что-то хочу поднять с земли, мне проще накинуть вторую лямку на плечо и уже поднять, да? Потому что были такие случаи. Ну, и даже вот так вот с ним по городу можно передвигаться абсолютно без проблем. Сейчас, тем более, я планирую поездку на выходные, на майские выходные, на западную Украину. Очень удобно. Таскаю постоянно с собой макбук. Ну, это с одной стороны удобно, да? С другой стороны, вот ходить тоже по магазинам тоже неудобно. Сумкой по магазинам ходить не очень удобно. В машине оставлять как-то тоже не очень охота. Потому как, ну, непонятно, да? У нас бомбят бывают машины. Человек зашел в магазин, вышел. Машина вскрыта. Содержимое, там, допустим, женская сумочка, барсетка, еще что-то с ключами, с документами уходит. То есть, пацаны грабберы открывают без всякого типиша. Аккуратненько открыли и пошли. Так что, ну, в машине предпочитаю ни телефоны мобильные не оставлять. Ну, даже для того, чтобы не было соблазна у людей открыть и посмотреть, что же там. Дорогой ли там телефон лежит, либо что-то. Потому что, ну, у меня очень много знакомых. Дверку хлопнул, мобильный телефон на торпеде лежит. Говорю, ну, это же просто повод наркоману подойти, камень, бах, забрать телефон и уйти. Тот телефон стоит, я же тебе говорю, 54 гривны, а стекло стоит, поменять, намного дороже. Поэтому, ну, нужно думать и учитывать эти моменты. А вот в данном случае, в данном случае удобно, практично. Тем более, я же говорю, что если какие-то недалекие, какие-то поездки, где-то что-то. Ну, вот, пожалуйста, без проблем абсолютно можно ходить по городу, фотографировать. У меня просто что, вот эти все вещи всегда с собой. Камера, GoPro, то есть, видите, да, сюда много отделений, куда влезет еще и камера. Куда сейчас я сложу GoPro, куда сейчас я сложу все небольшие вот эти вот штативы, гибкие вот эти вот, вот эти вот кронштейны. Сложу и все у меня в одном сумке. Вот в эту сумку это все не помещалось, поэтому было принято решение купить вот такой вот классный чемоданчик. В принципе, в принципе, чемоданчик понравился. Чемоданчик такой с пропиткой. Во-первых, не воняет, да, во-вторых, с пропиткой какой-то, ребята. Я так понимаю, что он, ну, типа, с пропиткой водозащищенной, влагозащищенной. Сюда тоже можно что-то бросить. Ого, тут сюда что-то большое можно бросить. Здесь очень большой карман такой. И что-то большое можно реально бросить. То ли документы там какие-то вот так вот. Давайте я жены часы сюда положу и блокнот. То есть, абсолютно без проблем. Все меня устраивает, кроме вот этой надписи. Вот с этой надписью что-то надо будет делать. Написали нехорошую надпись китайцы. Заплавить ее, что ли, как-то или как. Ну, что-то с ней надо делать. Ну, да, и вот этот карман не совсем такой надежный, видите, он не закрывается. Если бы здесь была змейка, а потом закрывалась, это да. А так, при каком-то перевороте мелкие вещи, возможно, могут повыпадать. Ну, а так, в принципе, чемодан за черный. На плечо бросил, я вот так всегда рюкзак ношу. На одну лямку. То есть, допустим, если я зимой в бассейн ходил, то я вот на одну лямку бросил и пошел. Если где-то конкретный перевес или что-то тяжелое положил, то тогда просто одеваешь вторую лямку и уже нормально себя чувствуешь. В принципе, вот такое у нас сегодня было видео. Собираюсь на выходные на Западную Украину. Вот таким буду. Руссо-туристово! Кстати, хочу провести несколько экспериментов. То есть, разговаривать на русском языке, на Западной Украине. Как люди будут реагировать. То есть, ну, чтобы понимали, то я свободно говорю на украинском языке. То есть, сильно разговариваю в украинской мове, так уж разумею акцент, какие на Западной Украине. Я, как что-то, когда приезжаю на Западную Украину, начинаю говорить на их языке, то они мне наведрясняют, что я кесье, звитки с приеха. То есть, меня местно воспринимают за местного. Но вот хочу поехать, попутешествовать немножко на выходных. Ну и, соответственно, поснимать интересное видео, поделиться этими эмоциями, этими ощущениями с вами. На Западной Украине я был очень давно, лет, наверное, 14-15, наверное, мне было пацаном. Ездили мы в Карпаты, ездили мы в Яранчу, в Ивано-Франковск. В общем, положительные только эмоции с детства остались, поэтому хочу повторить их сейчас. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok